Как развиваются особо охраняемые природные территории в нашем регионе? Этой теме посвятили заседание Общероссийского народного фронта. Как считают фронтовики, уровень работы в области охраны природы сейчас находится на очень низком уровне. Напомню, что с января 2015 года полномочия в области охраны природы вернулись обратно в наш регион. Ранее они исполнялись администрацией Архангельской области. Сейчас в регионе создано 10 особо охраняемых природных территорий. Два федерального значения – Государственный природный заповедник Ненецкий и Республиканский зоологический заказник Ненецкий. А также семь территорий регионального значения. Это заказники Вайгач, Шоинский, Нижнепечорский и Морий Ю. А также памятники природы – Пымбашор, Каньон Большие Ворота и Каменный Город. Сейчас около 5% территории региона входит в категорию особо охраняемых. В дальнейшем она может расшириться. И мы исходили из того, что, условно говоря, мы до 2021 года создадим три территории. Там, где наиболее, скажем так, это Хайпудырская Губа, заказник Югорский, мы хотим, скажем, полуостров охватить. Значит, видимо, там опыты. И еще, я так понимаю, природный парк Тиман объединит Большие Ворота, Каменный Город. Проблема уже созданных охраняемых территорий в том, что особой работы на них не проводится. Основная причина – отсутствие дорожной сети. Этот же фактор мешает и развитию экологического туризма в регионе. Кроме охраны территорий, необходимо пересмотреть перечень животных и растений, занесенных в региональную Красную книгу. Этот вид дрозда вообще не был зарегистрирован на территории региона. Так же, как и другой исчезающий вид – овцы-бык. Отдельные особи стали регулярно появляться в районе Усть-Кары. По данным ученых, восстановился такой вид, как Нельма. И сейчас его популяции ничего не угрожает. Но для исключения или включения новых видов жителей фауны и флоры в Красную книгу, необходимы специальные исследования. По данным Общероссийского народного фронта, пока работе в этом направлении и в разработке сети особо охраняемых природных территорий не отводится должного внимания. По решению участников заседания Департаменту природных ресурсов, экологии и АПК необходимо усилить работу в этом направлении. А через месяц назначено новое заседание.